Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я покажу, как создавать и редактировать видео с помощью облачного сервиса V-Video. Рассмотрим ситуацию, когда мне нужно сделать небольшой видеоролик из фото и нескольких небольших видео, но на моем компьютере нет установленных программ для этого. Что же делать в такой ситуации? В таких случаях на помощь приходят облачные сервисы, когда весь функционал и результаты работы хранятся на сайте, не нужно ничего скачивать. Это делает удобным доступ к сервису и своим файлам из любой точки мира, где есть интернет и с любого компьютера. Одним из таких облачных сервисов для создания и редактирования видео является V-Video, который также имеет приложение для мобильных устройств. Переходя в раздел «Планы» на сайте сервиса, мы видим, что есть возможность бесплатного использования, при этом доступно 5 ГБ места для ваших видео и возможность экспортировать по 15 минут видео каждый месяц. Для начала использования нам нужно зарегистрироваться. Я воспользуюсь входом через Facebook. После регистрации мы видим различные разделы сервиса. Нажмем на значок вопросительного знака, чтобы перейти в центр поддержки, где вы сможете найти ответы на все вопросы по использованию видеоредактора. Также обращу внимание на то, что у V-Video есть канал на YouTube с множеством коротких поясняющих видео. Ссылку на канал вы сможете найти в самом низу страницы центра поддержки. Переходим обратно в список разделов и войдем в свой аккаунт. Здесь приведена статистика использования виртуального хранилища для своих файлов и время экспорта видео в этом месяце. Также можно подключить социальные сети и изменить текущий бесплатный план на платный при желании. В разделе «Компании» можно присоединиться к существующим, например, в компании о Линкольне, к которой присоединилось уже около 8000 человек. В разделе «Экспорта» будут отображаться ваши готовые видео, которые потом вы сможете экспортировать. В разделе «Аплоуд» здесь можно загрузить файлы с вашего компьютера или из ваших облачных сервисов. В разделе «Медиа» будут отображаться все загруженные файлы. И основной раздел «Проекты» здесь можно создавать будущее видео или объединять несколько видео в проект. В платных планах использования сервиса можно приглашать других пользователей V-Video для совместной работы над созданием и редактированием видео. Отсюда, кстати, и название сервиса, поэтому можно перевести его, как «Мы делаем видео вместе». Перейдем к созданию первого видео. Редактор V-Video загружается первый раз. При этом нас спрашивают, для каких целей мы будем создавать будущее видео и какой опыт в редактировании видео у нас есть. В зависимости от вашего ответа, по опыту редактирования откроется один из трех типов редактора. Поэтому для начала советую попробовать простой. Для этого большинство может указать, что опыт редактирования видео небольшой, как это делаю я. Также предлагается посмотреть небольшое видео о сервисе. Я пропущу, а вам советую его посмотреть. Редактор загрузился, и так он выглядит в формате Storyboard. Это самый простой вариант для обработки и создания видео. Нажмем на первый слайд и выберем Edit – Редактирование. Напишем название будущего видео. Перейдем в раздел Upload, чтобы загрузить несколько картинок и видео, которые мне нужны для создания моего видеоролика. Также напоминаю, что есть возможность импортировать медиа из ваших облачных аккаунтов, например, Google Drive или Dropbox. Поддерживаются большинство форматов аудио, фото и видео файлов. После выбора нужных для загрузки файлов видим справа статус их загрузки. Переходим обратно в основной раздела редактора, нажав на Storyboard. Теперь загруженные мной файлы отображаются в папке MyMedia. Также есть возможность записать аудио видео с веб-камеры. Нажимая на иконку видео, перехожу в разделы сэмплов – небольших готовых видеофайлов, которые можно использовать для создания своего видеоролика. Их действительно много. Выберем парочку для примера, нажав на нужном Add и знак плюсик. Последовательность элементов можно легко изменить, просто перетаскивая нужный элемент в нужное место. Переходим в раздел аудио. Здесь также есть множество готовых звуковых сэмплов, которые вы можете бесплатно использовать для своего проекта, что действительно удобно. Добавим один из сэмплов как звуковую дорожку моего будущего видеоролика. Теперь перейдем в раздел текст. Изменим титры на начало. Далее добавим загруженные мной файлы, просто перетаскивая их в нужные места по смыслу. Для того, чтобы изменить время демонстрации каждого элемента, нужно растянуть или сузить сам элемент до нужных размеров по времени. Важно отметить, что элемент с титрами не может быть менее 5 секунд, иначе он не будет отображаться. Я добавил небольшое видео, нажав на редактирование элемента, я попадаю в настройки, где могу повернуть видео или отразить. Так как у меня есть единая звуковая дорожка, то я отключу звук добавленного видео. Также можно применить один из визуальных эффектов к видеоэлементу. Теперь переходим в раздел темы. Если вам не хочется самостоятельно заниматься редактированием роликов, вставлять эффекты и переходы, подбирать звуковое сопровождение, то вы можете воспользоваться автоматическим генератором видео с помощью наложения одной из предлагаемых тем. Вам предлагается на выбор множество шаблонов, с помощью которых вы сможете оформить свою работу в стиле ретро-фильма, музыкального клипа, романтического видео и т.д. В результате вашего выбора сервис V-Video самостоятельно наложит необходимые эффекты, разобьет ролик на сцену и вставит переходы, подберет соответствующую музыку. А вам останется только сохранить готовый результат. После создания нашего видео его нужно сохранить, вписывая название будущего видео в соответствующее поле. После сохранения можно опубликовать наш видеоролик в разделе Publish. Нас просят отметить, насколько понравился нам сервис. Как только видео обработается, ссылка на него появится справа в разделе Статус. Видео готово и его можно посмотреть. По умолчанию оно доступно всем пользователям. Видно, сколько человек его посмотрело, сколько у него будет отметок нравится и при желании вы можете сделать видео приватным. Видео можно удалить, нажав на кнопку Delete. Скачать видео можно только в премиум аккаунте, который стоит от 5 долларов в месяц. Нажимаем на кнопку Поделиться. Можно это сделать с помощью социальных сетей, ссылка или встроить код видео на свой сайт, что я и сделаю. Можно изменить размеры встраиваемого окна. Копирую код и размещаю на странице своего сайта. Так видео выглядит на сайте. Переходим обратно в основной раздел и теперь изменим вид редактора на более сложный. Timeline Simple Wid. Этот тип редактора отличается тем, что появляется временная шкала, на которой располагаются все элементы. Также отличием является большое количество настроек для каждого элемента. Изменение временных границ элементов производится также растягиванием или сужением. При работе с большим количеством загруженных элементов вы можете применять фильтры для поиска, например, отобразить только фото или видео. Перейдем в новый раздел Переходов. Здесь есть множество готовых вариантов переходов между элементами. Слева мы видим, что есть три подраздела переходов с разными типами вариантов. Стандартные, узоры и эффекты. Добавим один из эффектов. Следующий раздел Графика. Здесь можно также выбрать рамки и анимацию из большого количества готовых вариантов. В разделе Текст появились новые подразделы Темы, Текста и Аннотации. Добавим аннотацию к видео небольшого описания в две строки. Появилась возможность изменить шрифт и выравнивание. В разделе Аннотации можно добавить текстовые поля и графические элементы. Теперь перейдем в третий вариант редактора Таймлайн для продвинутых пользователей. Этот вид редактора предназначен для людей, у которых есть опыт редактирования видео. Отличие состоит в том, что здесь есть отдельные дорожки для звука и для видео. Также есть звуковая дорожка, куда можно записывать звук с микрофоном. В настройках также можно отметить отображение дополнительных функций. Также есть больше настроек для каждого элемента. Например, в тексте можно изменять положение окна на видео. Есть возможность отключать звук каждого элемента или настраивать громкость элемента индивидуально. В настройках видео элемента можно включать fade in и fade out для того, чтобы звук элемента плавно нарастал и пропадал в конце. Таким образом, вивидео является отличным облачным редактором видео, как для продвинутых пользователей, которые могут создавать по-настоящему сложное видео, так и для любого человека, которому нужно сделать видеоролик при этом просто и быстро.